Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 марта. Я вот всего два дня не отвечала на комментарии, не писала ответы. Но столько навалилось различных комментариев, вопросов. Сейчас быстро пройдемся. И там есть несколько вопросов, на которые я хочу обязательно ответить. Так, вот сегодня выложила видео про сломанную теплицу и сказала, что я себе все-таки выбрала теплицу домиком. И очень много комментариев по поводу этих теплиц. Опять, какая лучше, какая хуже. Кому, кто еще не выбрал себе теплицу, вы можете прочитать комментарии. Я пока не буду их читать, потому что я уже с выбором определилась. Тут многие говорят, что иногда и домиком обрушивается, но у меня она усиленная. Я буду говорить именно о новых темах, о посевах ранних зелени, про которые я сегодня говорила. И там несколько вопросов про рассаду нужно обязательно обсудить. Тут вот Танюша Мейронова пишет уже, что она делает, перед тем, как сеять редис, картонными яичными лотками, вот эти вот как вдавливают выемки. Я тоже это слышала, говорят, что удобно. И вот Александр Таскин написал, если использовать теплицу с открывающимся верхом, но не важно, что он написал, и выложил вот эту активную синюю ссылку. Я еще хочу вас всех предупредить, что я вот такие синие ссылки активные, по которым можно сразу перелететь на другой сайт, не оставляю, удаляю. Почему? Потому что сейчас не все вот такие ссылки, они безопасны. Именно, как сказать, именно из-за того, чтобы обезопасить своих зрителей, я их убираю. Если вы хотите куда-то отправить людей, вы просто пишите словами, или название сайта, или там название, что в поисковике набирать. Но такие ссылки я не оставляю, потому что много раз было, выкладывают, люди идут, вроде бы посмотреть теплицу, а уходят неизвестно куда, подхватывают там вирусов всяких. Наталья Никитина пишет, всегда сажаю лук на зелень в теплице с осенью, весной, можно очень рано кушать. Но он и посаженный сейчас весной, он тоже очень быстро вырастет, потому что он набирает зеленую массу вот вообще с бешеной скоростью, особенно если будет тепло. Так. Ну это все про профиль, про теплицы. Наталья Никитина спрашивает, какой же это салат? Это семена не салата, а как сорт называется. У салатов ведь семена длинненькие. Вот смотрите, Наташа, вы не первая, там еще один человек написал. И я еще раз убедилась, что мы все подвержены этим стереотипному мышлению, мы привыкли, что у нас семена длинненькие. Это тоже салат, но салат прислали с Ирландии мне. Я в прошлом году показывала про него, он совсем другой, он разноцветный, и у него семена другие, но все равно это салат. А меня там убеждают, что это же редиска, это не салат. Нет, это салат. Вот когда вырастет, я вам покажу красивейший, вкусный, но вкус какой-то необычный, непривычный. Мы же привыкли, у нас адельский кучерявец, там московский парниковый, ну много таких, и у них семена одинаковые, и у них листики одинаковые, вкус одинаковый. А этот совсем другой, этот какой-то заморский. Тоже лук-севок сажала под зиму, уже рвем, пишет Юлия. Так, это все про теплицу, я все прочитаю про теплицу. Вот, хотела про перец. С перцем у людей очень много проблем, у кого-то они совсем не растут, у кого-то они, наоборот, перерастают, зацветают. И вот Анастасия Познякова написала, здравствуйте, срочный вопрос, что делать? Перцы начали набирать цвет, даже те, у которых срок вегетации 135 дней. Скороспелку не садила, высаживать только через полтора месяца. Слышала, что нужно обрывать цветки, но не останусь ли я потом без перца вообще. Или, может быть, чуть позже подкормить чем-нибудь, чтобы была сила завязать перчик. Растут в 700 граммовых баночках, очень жду от вас ответа, спасибо. По этому поводу я говорила очень-очень много раз. Когда начинает зацветать перец в доме, в рассаде, все люди делятся на две группы. Первые пытаются выщипать все цветы до того, как не высадят на постоянное место, не дают ему зацветать, а другие, наоборот, холят и лелеют, он и зацветает, и маленькие перчинки образует. Я сразу скажу, и никто, все люди спорят, одни говорят, что правильно так, другие говорят, что правильно вот наоборот, в противоположную сторону. Каждый придерживается, как отстаивает свой вот этот метод выращивания. Я сразу скажу, я ничего у перца не отщипываю. Единственное, что переваливаю, конечно, если он начинает свисти, и если у него даже образуется... Я вот два года назад показывала, как я высаживала веньки прям со стручками, вот 5-сантиметровые стручки, он и дал потом мне первый урожай. Ну, конечно, вы должны быть готовы к тому, что, возможно, вот это раннее цветение и раннее плодоношение, оно немножко, как сказать, исказит вот этот сценарий, по которому он должен будет расти, и, возможно, он не будет таким обильным, но природа непредсказуемая. Иногда бывает, что из-за раннего цветения и плодоношения получается меньше плодов и урожая, как бы растение обессиливается, конечно, такое маленькое растение и перчики тут уже, а в некоторых случаях оно продолжает плодоносить и после высадки в открытый грунт, ой, на постоянное место, не обязательно в открытый грунт, оно также завязывает плоды и никакого изменения с теми, которые не цвели и которые зацвели уже на своем положенном месте нет. Так что тут никто заранее не скажет, как вам быть, что сделать. Вот единственное, я знаю, что если вам еще полтора месяца, и если вы не будете отщипывать вот эти цветочки, то 700 грамм баночка для него будет мало. Я когда для раннего урожая выращивала, сеяла в январе и высаживала уже и цветущие с перчинками, но я их переваливала в объем тары 2 литра, ну, короче, в двухлитровые. Я обрезала вот эти пивные полторашки, потом мягкие пакеты делала, чтобы там 2 килограмма грунта было, потому что все-таки для образования, если вы не отщипнете цветы, он же начнет перчики образовывать, это уже, ну как, от этого никак не уйти, если вы не отщипнете. И ему нужно будет много питательных веществ, тогда тара в 700 грамм будет маленькая. Если не перевалить большую тару и не отщипнуть, тогда перцу будет очень плохо. Он всю силу, возможно, отдаст на эти перчины, и после высадки он будет совсем у вас никудышный. Но если с умом подойти, если вы хотите, например, оставить эти цветочки, перевалите в плодородную почву, в большую тару, то, возможно, он и дальше будет хорошо плодоносить. Но это вы должны решить сами. Я говорю, что одни люди поступают так, другие люди поступают противоположно. Можете половину, сколько у вас там, не знаю, сколько штучек, можете сами провести опыт. Половину отщипнуть цветки, а половину нет. И потом посмотреть, какие из них будут лучше. Но не факт, что в следующий раз этот опыт повторится с точностью. Он может быть наоборот. Иногда один год сделаешь так, а на другой день повторяешь, на другой год повторяешь, и совсем получается по-другому. Еще раз говорю, что эти загадки природы мы, наверное, всю жизнь будем разгадывать, и никогда не будем точно знать, что будет следующий год таким же или нет. Каждый год все по-разному. Так это про трубы, про теплицы. Вот странные комментарии. Все же хвалят Батяню. Нашелся Александр, который садил Батяню два сезона, не понравилось. И что его хвалят? Ну, вообще Батяню всем нравится. Он и крупный, он и вкусный, он и раннеспелый. Наталья Киселева пишет, на канале Эко-теплица посмотрите. Но я уже выбрала, я уже сегодня облатила, перевела сумму денег, вот всю, которую я должна была перевести. И я уже от выбора отошла все. Я даже не буду другие пока смотреть, потому что у меня уже есть моя теплица. Ну, ее еще нет, но все равно. Цель теплицы моей мечты, точно. Вот Людмила Краснопер под старым видео спрашивает, комментарий немножко запоздавший, как сейчас 2 января, томаты сели 26 января. Ну, я там просто оговорилась, и я в описании к видео написана. На самом деле 2 февраля, конечно. Ну, я думала, я думаю, что люди все сообразительные, пишут уж так, наверное, из этого, из вредности. Все понимают, что когда оговоришься и говоришь, прошлый месяц называешь, я по инерции очень часто месяц заканчиваются, а я все январь и январь умный поймет. А вот интересно, деревенские теплицы написала, классная теплица, а я сделала вообще за копейки из позрученных средств. 5 метров на 12, и стоимость вышла 500 рублей. Это вообще из чего интересно сделана теплица за 500 рублей, 12-метровая. Я так посмеялась, думаю, представляю, за 500 рублей такую огромную теплицу. Наталья Киселева пишет. Пока видео загружается, пишу коммент, что там у вас новенького, какие новости с фронта. Ну, у нас пока мороз. Минус 16 утром сегодня было встало, еще одна морозная ночь, в теплице никто не живет, готовимся. Сидим на чемоданчиках, короче. В конце недели буду снова выносить своих питомцев и прямо начинать высадку конкретно. Ну, тут еще предлагают купить и кремлевское люкс, самые лучшие двойные дуги. Тут же ей пишут в ответ, что нерационально использовать с дугами, площадь нерациональная. Так, в Новгороде есть. Ну, во всех городах есть, только у нас нет. Тут пишет Любовь Агишева. Могли бы производителей подарить вашим регулярным обзором теплицы, я была бы рада. Ну, ничего себе подарочек. Я такой дорогой подарок не могу, конечно, принять. Вы что вы, что вы. Так, так, так. Ну, тут опять кто-то пишет, что уже и домиком, и аркой все равно все равно обваливаются. Я вот не поняла, Ирина Иванова написала, круглая теплица у нас есть, квадратная, крыша домиком. Какие не нужны, такие и им дают, только деньги фирмы. Непонятный комментарий, ничего говорить даже не буду. Пишет Перлова Ольга. А питательный грунт, это что в нем? Ну, питательный грунт, это значит, там должен быть азот, фосфор, калий. То есть там должна быть простая земля. Вот я добавляю перегной. Это в качестве азота, чтобы не добавлять минеральные удобрения. И добавляю, в этом году добавляла немного суперфосфата и калий. И калий, а вообще, иногда, если не добавляю вот этих удобрений, просто добавляю золы. Питательный, это значит, растения, которые там растут, должны что-то найти для своего питания. Так, так, так. Тут вот Надежда Красикова написала. Ау! Отвечаю. Ау! Хотела еще найти, так, вот этот вопрос. Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот колокольчики, смотрите. Я говорила про этот колокольчик точечный, он у меня растет до сих пор. Но его меньше уже, я его стала убавлять, сильно расползается. Татьяна бесчетно спрашивает. Здравствуйте, Ольга. Когда колокольчики появляются весной? Конец марта, у меня намеков нет, что он живой. Ну, смотря какой конец марта и где. Вот у нас, например, тоже конец марта, но у нас все снегом так завалено. Он появляется рано весной, но, конечно, не так рано должно что-то уже вылезти. Вот когда вылазят эти тюльпаны, когда вылазят нарциссы, тогда и вылазит постепенно и колокольчик точечный. Сейчас вот для нашего региона, вот, например, для моего огорода лично, еще рано никаких колокольчиков нет, земля еще замерзшая. И вот на этом я пока остановлюсь. Я вот его искала. Такой же вопрос про перец. Вот сейчас про перец очень много вопросов. Подскажите, что делать с перцем, который перерастает, подсыпать земли или пересадить в большой объем стакана? Я вот уже отвечала, я еще в этом случае тоже отвечу. И тот, и другой способ подходит. Если есть куда подсыпать земли достаточного объема, то подсыпайте. Если некуда подсыпать, то надо пересадить в большой объем стакана. Все это подойдет. Нужно, чтобы у перца была не угнетена корневая система. Если вы видите, что много корней уже в стаканчике, значит пора его переваливать в большой объем. Особенно если долго еще до высадки. Ну, как я понимаю, сейчас всем, наверное, еще долго до высадки. Конечно, нужно улучшать их жизнь, увеличивать количество грунта. Еще специально, очень подробно хочу ответить на комментарий Татьяны Лукьяновой, потому что мой ответ может помочь другим сориентироваться, но другим огородникам, особенно начинающим. Вот она пишет, ну, насчет того, что я вот заказала в другом городе дорогую теплицу, она пишет, неужели во всем городе нет сварщика, сварить вам теплицу. И дело не в форме, короче, такое-такое-такое. Дальше, мне муж сварил осенью, прямую, со стенками. Ну, короче, вот в таком темпе. И еще, или Татьяна, или другой кто-то, был комментарий, я сейчас не буду его искать, что открыла Авито, там много объявлений. И еще, ну, что делают теплицы. И еще там тоже комментарий, что неужели у вас нет артели. Я сейчас расскажу, почему я выбрала более дорогой вариант, почему я не стала вот эту самоделку делать. Казалось бы, да, будет и подешевле, и попроще, тяп-ляп, сварила все. Но, во-первых, я хочу теплицу на много лет и качественную, и я должна быть уверена в профессионализме вот этих вот, как там говорят, артель. Я не думаю, что у них там есть какие-то конструкторы работают или что-то. Даже если они профессионалы. Но у нас нет столько заказов в городе на теплицу, чтобы могли они это, как сказать, чтобы у них было на потоке. Они объявление-то дали на Авито. Но у них, может быть, моя теплица будет первая в жизни. Как я проверю? Сейчас это все очень, как сказать, виртуально. Они могут и отзыв какой-то написать себе. Даже если они профессионалы, мне, с моей стороны, тогда придется им предоставить какую-то техническую документацию со всеми выкладками. То есть чертеж с указанием размеров, с указанием размеров не только теплицы, но размеров материалов. Например, что хочу каркас 4х4, труба несущая, могут быть 2х4, сколько укосов, на каком расстоянии. Ведь они будут требовать от меня, скажут, вы давайте точные размеры, чтобы мы делали все. И представьте, какая мне это еще работа. Мне нужно будет сколько информации изучить, чтобы вот эту техническую документацию им подготовить. А если просто так на пальцах показать, они потом скажут, так вы же ничего точно не указали. Все. Даже если я это сделаю, я это нарисую. Где мы будем покупать в нашем городе все вот эти прибамбасы, доборы? Например, все эти оконные блоки с терморегуляторами. Я думаю, что вот те объявления, которые вы там, многие зрители мне сказали, по объявлению в газете найдите, что они, думаю, делают попроще немного теплицу, а не такую, чтобы и стеновые были форточки, и такие в коньке там оконные блоки с терморегуляторами. И вот эта вся мелочевка, все эти доборы, я не уверена, что у нас термошайбы есть, вот эти все. Но даже если все это мы найдем, все это вот есть в городе, это же мне с этими артельщиками, мне придется ездить по металлобазе, закупать все эти товары. Мне придется ездить с ними по магазинам, вот где продают поликарбонат, все это тоже выбирать, закупать. Я же не отправлю совершенно постороннего, чужого человека с такой суммой денег куда-то в магазин, он поедет и не вернется. У нас судится за 10 тысяч в судах, а тут он возьмет эту сумму огромную. И для нашего региона это большие деньги. Он из-за этих денег, он может в другой город переедет жить. Ну, короче, это я, конечно, шучу, но все это, знаете, как-то вот зыбко так. Так, я люблю все планировать наперед и все риски рассчитывать, и я хочу, чтобы все было нормально. Даже если все мы закупим, съезжу я за ними, так мне же потом нужно будет стоять и следить за ходом их работы, потому что я не знаю, что это за люди. Может быть, они будут делать качественно, может быть, они будут делать некачественно. Где гарантия, что они выполнят качественно, например, сварочные вот эти швы, где там прикрепляются или как-то там же нужно варить вот эти вот, как сказать, загибулино-то сваривать. Я, например, не смогу проверить у них качество сварочных швов. А вдруг это человек, который относится халатно к своей работе, которому нужно поскорее сделать и получить зарплату. Таких тоже очень много. И самое главное, если в первую же зиму эта теплица обрушится, у меня не будет возможности как-то даже через суд взыскать с этих людей стоимость этой теплицы. Если даже мы оформим какой-то на коленке вот этот договор, я не думаю, что они стоят на учете в налоговой, что это все официально, но если даже мы по частной расписке это оформим и придем в суд судиться, я скажу, отдайте назад мои там 60 тысяч. А у него этих денег нет. Человек никогда не держит же лишние деньги вот так вот в тумбочке. Сколько лет будут с него высчитывать? Ну вот это тут нюансов очень много. И те, кто, например, начинающие огородники, или кто первый раз хочет подешевле заказать где-то вот в подворотне теплицу сварить, ну там в гаражах говорят, ой, там в гаражах умельцы есть. Да, умельцы есть, но среди них нет почти, и очень мало людей, у которых есть какая-то гарантия, что в случае чего они вернут тебе эти деньги, или они поставят тебе другую теплицу за свой счет, если это безвозвратно разрушится. Вот в чем вопрос-то. С наскоку-то, если открыть Авито, и первое попавшееся появление взять, и в два раза дешевле сделать, это можно. Но если подумать на будущее, то это очень опасно. Вы знаете прекрасно, сейчас люди пытаются заработать любыми способами. Может быть, он и сварку первый раз в жизни видит. Но на заказ согласится, конечно, любой. А как потом я буду расхлебывать после них? Вот этот вопрос потом будет стоять лично передо мной. Они-то все разбегутся, сварщики эти. Так. Вот еще хочу ответить тут. Мне прям это имя читать я не могу. Как я могу сказать? Вот Иисус Христос спрашивает. Вот у меня рассада перцев уже после пикировки. Выглядит смешно как-то вообще. Но я все равно читаю, например. Пусть будет так. Христос спрашивает про рассаду перцев. Я вам отвечаю, что 6 сантиметров у него это не критично, если учитывать, что высажут через 5-6 недель. Я вам скажу так. Возраст 5-6 недель это ничего не значит. Смотря как он у вас будет расти. Может быть они листья совсем не сомкнутся. И может быть эти 6 сантиметров для них будут нормально. Они достоят до высадки. А вполне возможно, что они у вас как попрут расти. И они будут друг другу мешать. И вам придется еще раз их рассаживать на более... Ну как в больший объем тару. И на большее расстояние. Чтобы они не мешали друг другу. А вот этот комментарий, как всегда, даже отвечать не знает. Надежда Маслина. Ну как обычно, смотрите. И зачем так много сажать? И не нужно так обрезать? И мало помидор на кустах, Надежда. Ну я вам тоже желаю всего хорошего. Наверное у нее настроение было плохое. Все-все плохо ей. Все-все-все. И вот много-много комментариев, когда пишут, а я стараюсь снег чистить. Но на это я хочу ответить так. Смотря сколько снега чистить. Смотря сколько теплиц чистить. И смотря какой у вас возраст и какое состояние здоровья. Я сразу скажу. Вот у меня эти 4 теплицы, которые в огороде, нынче их по самую крышу все завалило. А так как мы сейчас живем вдвоем, никого посторонних у нас, лишних рабочих рук нет. Муж весь день на работе. А я просто физически, я не смогу вычистить вот эти вот метровые сугробы снега. Но это ясно, что это нужно чистить. А с другой стороны, когда теплицу продают, то покупатели говорят, что чистка снега не обязательно, что теплица должна выдерживать. Конечно, теперь я уже поняла, что не все конструкции выдерживают снег. Но мне нужно теплицу, с которой не нужно чистить снег. Потому что вот в 60 лет, я не знаю, вот вы пишите, есть вам 60 лет или нет. Человек по состоянию здоровья просто иногда не может вот в такую очень снежную зиму. Он просто не способен вычищать столько снега. Особенно я, женщина, мне просто не хватит физических сил. Конечно, чистить хорошо. Вот Антон Павлов, ну это, наверное, женщина, а может мужчина, я не знаю. Так, мужиков в доме зря держишь. Нет никаких мужиков, один муж. Так, какую-то швабру. И чистить. Ну, я говорю, он приходит вечером. Какой там чистить с работы? А вот последний вопрос сейчас отвечу. Наверное, последний, да? Потому что у меня вот, который нет сердечка, я наметила, что на них нужно ответ дать. Лидия спрашивает. Можно высадить теплицу между рядами высокорослых, низкие, так сказать, уплотнить? Ну, я бы лично вам не советовала это делать, когда я говорила про уплотнение вот этими зеленными культурами, когда есть такое выражение выращивания томатов с уплотнением. Это имеется в виду, что мы томаты весной высаживаем и высаживаем также все вот эти зеленые культуры с коротким сроком вегетации, с месяцем. Это редис, это может быть лук на перо, это может быть салат, шпинат, руккола. Имеется в виду, что через месяц мы их выдернем. И томаты к этому времени разрастутся, им будет хорошо. Но если вы между томатами высокорослыми навысаживаете низкорослые и уплотните их, вы же их через месяц не выдернете, они будут и те разрастаться, и другие разрастаться. Я, конечно, вам категорично не могу сказать, что не делайте так, но я предвижу, что при такой высадке, когда в качестве уплотнителя томаты, у вас будет в течение лета плохое проветривание нижнего яруса. Помните, в прошлом, позапрошлом году, кто смотрел мое видео, я всегда говорила, что зачем мы удаляем нижние листья, обрезаем? Зачем мы почти все до первой плодовой кисти очищаем вот этот стволик, особенно в теплицах, для того, чтобы внизу было проветривание, чтобы там не начинала земля как плесневеть, чтобы не появилась фитофтора. И я даже ложилась за прошлом году на землю, я показывала, как я делаю. Если у меня лечь, например, на землю, ну или хотя бы просто снизу посмотреть, у меня вся земля визуально просматривается, голая земля, без всяких растений. А если вы в качестве уплотнения низкорослые томаты навысаживаете, они у вас нижний вот этот ярус будут задерживать, вот это проветривание. Но это я так думаю. Я про себя скажу, что я бы не стала так делать, потому что я люблю, чтобы все проветривалось. Именно из-за этого по большей части в теплице никогда нет фитофторы, потому что проветривание. Вот Светлана пишет, зачем сидеть с палочкой, когда можно сделать бороздку, так же положить семена через 3 сантиметра и присыпать их. Так делайте. Ну, у каждого свои способы посева, но делайте бороздку. И мне, например, бороздку неудобно. У каждого свои способы посадки. Я показала, как делаю я. Пожалуйста, делайте бороздку. Не знаю, всю жизнь делаю им выйти через палочку. Ничего. Вот Светлана опять пишет этот же вопрос, который я уже отвечала про перец. Посмотрите это видео, узнаете. Так тут пишут девушки, что в этом году очень плохо всходят семена. Ирина Байнова пишет, Оля, торцевой профиль обязательно закажите. С ним четко и поликарбонат на ватра. Вот у меня как раз торцевой профиль и будет, да? Я тоже его заказала. Вот пишут, купите теплицу под свой регион. У меня теплица Стрелка. Ну, я все уже заказала. Вот, Анна пишет. Я сажала зелень и редиску с осени. Уже едим вовсю. Но я могла бы тоже осенью посадить. Но у нас, видите, какая проблема. Если бы там даже уже все выросло, мы бы туда не смогли проползти даже, чтобы собирать эту зелень. Я вам показывала, что я пробилась туда вот всего несколько дней назад. Было все засыпано. И было бы очень жалко. Там бы росла редиска, там бы росла зелень. Я бы знала об этом. А попасть туда не могла бы. Так что я стараюсь, конечно, высаживать все-таки весной по большей части. Потому что мы не знаем, что будет зимой у нас, что произойдет. И когда мы туда попадем. И начинают сеять только тогда, когда проход в теплицу доступен. Все-таки у нас очень такой регион, что... Или пришлось бы чистить вот эти вот тоннели туда. Еще вот... Надежда Дача спрашивает. Удобрение... На 1 литр 100 миллилитров. Сколько мне нужно взять для полива, как и у вас? Я не знаю. Я суть вопроса не сильно поняла. Но если у вас написано на 1 литр 100 миллилитров, значит столько и берите. И вот тут очень умная женщина написала. Как услышала про Эпин, сразу отключила. Химические овощи можно купить в магазине. Но если что, это было про замачивание семян. Ну это, короче, это еще стал прошлогодний видеоролик. И если что, я хочу сказать, что все вот эти манипуляции, которые мы делаем с семенами, которые мы делаем с рассадой, когда у них всего один листик или два листика, за тот период, пока будут сами овощи, сами плоды, там ничего от этих воздействий не остается. Потому что период распада обычно 15-16 дней, но от силы 20 дней. Ну, если вы из-за этого отключаете видеоролик, значит вам вообще не нужно сюда заходить, потому что про Эпин, про бурную кислоту все равно вы будете слушать в видеороликах моих, значит вам этот канал не подходит. Вам нужно туда, где землю не копают, ничего не делают. Про этот опять. Можно намного короче, без многочисленных повторений. Берегите свое чужое время. Я пишу, слушаюсь. Но если вы свое время бережете, значит не пишите комментарии. Это же тоже трата бесполезной времени. Ничего от вашего комментария не изменится, ведь все это уже видео снято, его уже никто не переделывает. Вот Роза у Розалиева спрашивает, Скажите, пожалуйста, сколько хранится зола? У меня по случаю образовалось много золы, и я ее храню в закрытых 5-литровых канистрах. Ей уже 5 лет, она может потерять свои свойства, нигде нет информации, хранится в помещении при тусовой температуре. Я этот комментарий хотела обязательно прочитать, потому что я сама, вы, наверное, знаете, что я любительница золы, применяю ее везде, считаю ее вообще универсальным и удобрением, и дезинфектором, и от плесени, и от вершинки, и от всего. Я скажу так, зола у нас боится только влажности. Если она намочится, намокнет, у нее пропадает, конечно, вы ее уже не сможете ей не подсыпать, чтобы плесень удалить, и вообще говорят, что если она царевает, то она теряет все свойства. В сухом виде я тоже ее храню в 5-литровых канистрах, закрытых, и как я считаю, ну вот по своему опыту знаю, я же тоже один год наберу, потом 2-3 года, несколько лет ей пользуюсь. Пока она сухая, пока она не отволгла, пока она не отсырела, она прекрасно работает, все в ней прекрасно. Только смотрите, не держите ее во влажных помещениях, и открытую не надо. Она гигроскопична, она может в себя влагу вбирать, она вот как сахар, она может такая сделаться, как, ну, поняли вы, она боится только сырости. И вот еще дачница у дачницы написала, это на тот, по поводу того, что все спрашивают, зачем так рано, можно попозже посеять, попозже высадить. Ну вот я уже говорила, что у нас и в июне может замерзнуть, замерзнуть. Какая разница, замерзнет в апреле, замерзнет в мае или замерзнет в июне, всегда нужно следить за ними, они могут все с ними случиться. Она вот пишет тоже. В прошлом году в июне томаты подмерзли. У нас тоже в июне очень часто томаты подмерзают, так что мы можем потерять их и в апреле, а можем и в июне. А через неделю сгорели на солнце в теплице. Так что какие сюрпризы нам погода устроит в этом году, мы не угадаем, будем надеяться. Поэтому я и хочу всем объяснить, то, что вы рано, например, посеяли, рано высадите, это еще не значит, что обязательно это причина того, что вы потеряете рассаду. Вы можете посеять стандартные сроки, можете высадить и поздно, уже, например, в начале июня, вот у нас в сибирском регионе, но 7 июня, как у нас было один раз, у вас может стать температура минус 7, а вы не приготовите ни укрывного материала, ничего, и все бывает замерзает. Так что тут я имею в виду, что ранняя высадка, это еще не повод переживать, бывает и поздняя высадка теряем. Нужно всегда иметь какие-то вот подручные средства, чтобы укрывать. Лайк, если у тебя есть растения, это тоже непонятно. А вы опрыскивание проводите утром или вечером, и когда лучше? Смотрите, утром или вечером, это мы только в открытом грунте следим за этим. Когда в комнатных условиях, вот в помещении, ну, конечно, на ночь никто обычно не опрыскивает, но все равно тут не важно. Вот у нас сейчас в комнате стабильная температура, что ночью 20, что утром 20, что днем 20. Так что я считаю, что можно опрыскивать хоть утром, хоть вечером. Я делаю, когда у меня есть время, все. Это мы в открытом грунте выбираем, что нельзя нам на ночь лучше, чтобы растения мокрые не оставались. Это в тех зонах, где сильно фитофтора рекомендуется лучше с утра, но многие все равно вечером опрыскивают. Я думаю, что в комнатных условиях вообще не имеет значения. Так. Вот Лидия Пальгова спрашивает, я сейчас на этом остановлюсь, и все. Скажите, какова дозировка циркона для пикировки? Спасибо. Я еще раз повторяю, повторяю каждый раз, что я никогда не изучаю вот эти вот инструкции, дозировки. Зачем мне забивать память? У нас есть циркон, эпин, борная кислота, энтарная кислота. Вы правда считаете, что нужно это на память помнить? Я не думаю. Вот вы купите циркон, там на обратной стороне есть инструкция. Это вот самый такой ценный совет, который я могу вам дать. Делайте все по инструкции на пачке. Я привыкла так делать, поэтому я не запоминаю. Вот что там сколько написано, настолько и делаю. Так, какие томаты раннеспелые подходят для теплиц? Ну, для теплиц подходят почти все томаты. Я вот только выяснила, что вот эти томаты со снежными названиями, которые таймы, раляска, которые именно для холодостойки и для холодных регионов, они не очень любят жару. Остальные все прекрасно в теплице. Вот Любовь Охапкина пишет. Больше разговоров, а фактов нет. Но если уж у меня на канале вы факты не можете найти, если фактов нет, я не знаю тогда, где вам надо. Можно ли выращивать баклажаны в теплице? Конечно, можно. Они прекрасно выращиваются в теплице вместе с перцами, с томатами. Можно подсадить. Я вот сейчас для получения раннего урожая, которая теплица, посажу несколько томатиков, несколько перчиков. Елена Плесовских. Потерянное время. Мое время. Вы больше время потеряли, когда писали комментарии. Если время дорого, тогда не пишите комментарии. Просто молча уходите, и все. Так бы воспитанный человек и поступил. Так. Зинаида Медведева спрашивает. В этом году будете сядь томаты прямым посевом семенами в холодную теплицу, когда ожидаемый урожай таких посевов. Но я вот в прошлом году сеяла прямой посев в грунт. Но я сеяла больше всего, чтобы показать, потому что многие просили, а они потом мхом выросли. Я не знала, куда эту рассаду девать. Вообще у меня и так уже посажено очень много томатов. Я хочу один попробовать. Я вот купила один сорт, который прям специально написано, что этот сорт нужно сеять прямым посевом в грунт. И там, по-моему, в возрасте 45 дней высаживать его или оставлять на этом же месте, или в 45-дневную рассаду высаживать. Я его хочу попробовать, ну прям несколько штучек, потому что я всегда насею-насею, вот чтобы показать, а потом не знаю, куда ее девать. Хорошо, в прошлом году уехала она в Екатеринбург к Надежде Красиковой, а то бы мне можно было весь участок ими засадить. посеять-то это не проблема. А где потом место им найти? Ой. Вот Юлия пишет, обожаю вашу фразу, пойду вдыхать запах томатов. Я вот правда начну что-то с ним делать. Вы же знаете, пока их не трогаешь, они главное, ну как, аромата нет никакого. Вот только начнешь переставлять или что-то там рукой залезешь, покопаешься в этом рассадном ящике. Такой запах, аромат вот этот томатов, томатные ботвы, листьев томатных. И когда летом, летом мы вроде бы, ну как, не восторгаемся, что ох, томаты как пахнут, там уже и вот у нас цветы пахнут, и все. А сейчас, когда нет вот таких естественных растительных ароматов, вот этот аромат томатов, он мне кажется, лучше всяких духов. Так приятно. Сразу вспоминаешь лето. Я сразу вспоминаю лето, как я захожу в теплицу, потом, как я уже немножко устану, ползу на четвереньках в теплице, потом, как уже я ложусь, на эту у меня там есть войлочная подстилочка, чтобы не идти далеко домой отдыхать. Как я там ложусь в эту теплицу, поднимаю, ну ложусь на спину, поднимаю вверх голову, и надо мной висят вот эти томаты, прямо вот около лица. Ой. Ну, короче, все. Запах томатов уносит меня в какой-то вот такой сказочный, мир фантазийного моего огорода. В фантазиях он всегда намного красивее, намного легче, там же уже не чувствуешь ты ни жару, ни вот эту, ни пот, ни свой. Вспоминаешь только красоту томатов, запах, вот этот летний аромат, и чириканье птичек. О, все. Я, короче, нанюхалась томатов. Все, до свидания. А то сейчас я, правда, начну такие эти свои фантазии огородные рассказывать, меня не переслушаю. Все, желаю всем удачи, скорейшего приближения весны, чтобы куда бы мы ни сели и куда бы мы ни легли, везде над нашими головами висели томаты, красивые, вкусные. Субтитры создавал DimaTorzok